ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ К концу этой семидневки у нас набралось немало злободневных игровых новостей. Тут вам и новости о планах Ubisoft по развитию своих проектов, и новое оружие для плеера Анауз Бэттл Граундс, а также новые подробности о Cyberpunk 2077 и другие не менее интересные события и факты. Поэтому рассаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к просмотру. А вот вам заряд из самых значимых игровых событий за неделю в кратком анонсе. Вот что вас ждет. Новые подробности Cyberpunk 2077, движок и примерная дата выхода. Детали и дата релиза дополнения Turning Tides для Battlefield 1. Подробности обновления плеер Анауз Бэттл Граундс и 7 рекордов игры. Что ждет игроков Rainbow Six Siege в ближайший год? И снова новости о Cyberpunk 2077. На днях генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичинский рассказал о текущем этапе работы над игрой и заверил, что все идет по плану. По словам Кичинского, от движка Red Engine разработчикам и правда пришлось отказаться, поскольку его возможности не отвечали планам разработчиков. Но у студии уже готов новый движок, и его испытания прошли успешно. В настоящее время над Cyberpunk 2077 работает около 300 человек, что больше команды Ведьмака 3 в период самой интенсивной разработки. И это количество будет расти. Что касается текучки кадров, то директор компании CD Projekt Red не видит в ней ничего отличного от обычного положения дел. Самой обсуждаемой темой последних дней стала модель игр как сервисов, и многие игровые издания, как и игроки, задумались, а будут ли разработчики продолжать поддерживать эту тенденцию. Не стоит волноваться. Когда вы думаете о Cyberpunk 2077, думайте о ней как о The Witcher 3, ролевой игре с масштабным одиночным режимом, открытым миром и ориентацией на сюжет. Никаких уловок, вы получите то, за что заплатили. Никакой ерунды, только честная игра, как дикая охота. Оставим жадность для других, сказали в CD Projekt Red. Что касается даты выхода Cyberpunk 2077, то она точно не будет названа в этом году, и у руководства студии нет уверенности насчет следующего года. Изначально премьера была намечена на 2019 год, и пока что рано подтверждать ее или объявлять о переносе. Компания EA объявила дату выхода первой части дополнения волны перемен для шутера Battlefield 1. Разработчики подтвердили, что владельцы Premium Pass смогут опробовать новый контент 11 декабря. В игре появятся две новые карты, мыс Гелис и Ачибаба, действие на которых будет происходить в окрестности Галлиполийского полуострова. Вас также ждет новый элитный класс, диверсант, британская армия, шесть новых видов стрелкового оружия и два ближнего, эсминец типа L и дирижабль класса C, а также новая операция Галлиполи. Кроме того, будет пробный период, в рамках которого им откроется дополнение «Они не пройдут» и «Во имя царя». Он продлится с 22 ноября по 4 декабря и с 8 по 10 декабря соответственно. Все владельцы игры сейчас могут принять участие в операции «Падение империи» до 6 декабря. Напомним, что в январе 2018 года игроков ждет вторая часть дополнения, которая отправит игроков в Гильголандскую бухту из Эбрюге. На неделе прошла церемония вручения наград Golden Joystick, и лучшей игрой для ПК неожиданно был назван онлайновый шутер PlayerUnknown's Battlegrounds. Также проект попал в книгу рекордов Гиннесса целых 7 раз. Для этого PlayerUnknown's Battlegrounds потребовалось всего лишь стать самой посещаемой видеоигрой в Steam, быстрее всех заработать 100 миллионов долларов в Steam Early Access, первой из игр, выпущенных не компанией Valve, стать самой популярной игрой в Steam, быстрее всех игр в Steam Early Access продать миллион копий, привлечь больше всего игроков одновременно среди всех видеоигр в Steam, привлечь больше всего активных игроков среди всех видеоигр, выпущенных не компанией Valve, стать первой видеоигрой, собравшей одновременно 2 миллиона игроков в Steam. А на тестовых серверах игры появились две новые пушки — DP-28 LMG и AUK-A3. Первая использует калибр 7,62. Базовый магазин содержит 47 патронов, а само оружие вы можете найти в дропе. DP-28 наносит высокий урон и эффективно на длинных дистанциях, что компенсирует низкую скорострельность. Винтовка AUK-A3 использует калибр 5,56, и игроки смогут увеличить ее магазин с 30 до 40 патронов. У винтовки высокая начальная скорость пули, высокая скорострельность и низкая вертикальная отдача. Когда новое оружие появится на публичных серверах, авторы не уточнили. Возможно, что вместе с полноценным релизом PC-версии, который намечен на конец года. Компания Ubisoft поделилась своими планами на ближайший год для шутера Rainbow Six Siege. Пользователей ожидают 4 сезона, в каждом из которых будет добавлено по 2 новых оперативника. Содержание контента в сезонах будет изменено. В начале игроков ждет операция Химера. Сюжет мероприятия будет связан с карантином и биологической опасностью, поэтому можно предположить, что разработчики приготовили для поклонников Rainbow Six Siege режим, связанный с зомби. Ивент будет доступен в течение ограниченного времени и продлится 4 недели, а участники события смогут заработать эксклюзивные косметические предметы. Второй сезон будет полностью посвящен итальянской тематике. Нас ждут такие нововведения, как два оперативника и карта, которая погрузит игроков в удивительную атмосферу этой страны. Похожая ситуация произойдет и в четвертом сезоне, только в этом случае Ubisoft представит персонажей и локацию из Марокко. Что касается третьего сезона, то пользователей ждет полная переработка дизайна уже существующей карты. Эти изменения позволят внести обновления в игровой процесс, оставив общую концепцию локации. Оперативники же прибудут из англоязычных стран, США и Великобритании. Также появилось новое геймплейное видео об операции White Noise. На этот раз игроки отправятся в Южную Корею. На новой карте Башня им предстоит пройти испытания высотой и изучить возможности особых устройств трех новых оперативников. В видео продемонстрированы все три персонажа в действии. Коротко о главном. Культовая мафия The City of Lost Heaven вернулась в сервис Steam. К сожалению, лицензионные композиции из игры были вырезаны. По сюжету игры, оказавшись против воли, втянутым в мафиозные разборки таксист Томми Анджело, попадает в мир организованной преступности. Также в этом году серии Мафия исполнилось 15 лет. В честь юбилея разработчики опубликовали специальный ролик. В нем агент ФБР, знакомый игрокам по третьей части, связывает воедино события всех частей. Теперь игроки могут купить набор Mafia Triple Pack, включающий в себя все игры серии. Одиночный режим для карточной игры Gwint, «Кровная вражда» планировалось выпустить до конца года. Однако планы разработчиков изменились. Историю Мэвы, воинственной королевы Лирии и Ривии, мы не увидим до 2018 года. Авторы решили увеличить масштабы кампаний, и для этого им понадобится больше времени на разработку, так как это может сделать игру лучше. Команда из CD Projekt Red сделает все возможное, чтобы финальная версия оправдала дополнительное время. В ближайшее время обновления будут выходить намного чаще. Игроки получат новые карты, испытания и украшения, а новые патчи и изменения в балансе должны пойти на пользу новичкам и опытным игрокам. Компания Sony Interactive Entertainment решила рассказать о будущих обновлениях для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Ближайшим из них станет патч 1.07, который добавит в игру три новых автомобиля, возможность офлайнового доступа к режимам кампаний, а также внесет изменения в игровой процесс и баланс игры. Обновление выйдет 27 ноября. А уже в следующем месяце в Gran Turismo Sport появится одиночный режим GT League. Он основан на режиме GT Mode из предыдущих игр серий и позволит вам принять участие в различных испытаниях и даже гонках на выносливость. В декабре же парк автомобилей пополнится 12 новыми машинами, а до марта 2018 года в игре появится еще 50 транспортных средств. Повсеместное внедрение микротранзакций и переход к системе игр как сервисов не слишком благожелательно воспринимается игроками. После Star Wars Battlefront 2 EA внесли изменения и в Need for Speed Payback. Игрокам уменьшили необходимость в долгом гринде. Большинство игровых занятий теперь будут приносить увеличенную награду, как денежную, так и в баллах репутации. Поставки с большей вероятностью будут содержать дефицитные детали. Повышены и награды за гонки. Уменьшено время, необходимое для появления новых частей до 10 минут, а также увеличили шанс выпадения запчастей в ранговых гонках. Авторы Need for Speed Payback уверяют, что это лишь начало. В ближайшее время будет пересмотрен ассортимент магазина деталей. Качество поступающих в продажу запчастей вырастет, а уровень запчастей, получаемых за победу в заезде, повысится. Изменения коснутся также стабильности и производительности игры. Студия Feral Interactive объявила, что на iPad и iPhone выйдет гоночная игра Grid Autosport. В мобильное издание будет включен весь вышедший дополнительный контент. Игроки получат 5 режимов гонок, 80 с лишним настраиваемых автомобилей и более сотни разнообразных трасс, расположенных в 22 примечательных местах. Управление полностью переработано для мобильных устройств. Первоначально Grid Autosport была выпущена компанией Codemasters в 2014 году. Мобильный вариант будет продаваться в App Store за 10 долларов. Планируется также выход игры на устройствах с Android. В начале года компания Playground Games, известная погоночной серией Forza Horizon, открыла дочернее подразделение для работы над новым проектом. Игра под рабочим названием Project 2 должна стать ролевым боевиком в открытом мире. За прошедшее время новая студия получила весьма серьезные усиления в лице геймдизайнеров, трудившихся над Battlefront 2, серией Metal Gear Solid и GTA V. За боевую систему будет отвечать Хуан Фернандес Ди Симон. В его портфолио значатся Hellblade Senos Sacrifice и Rhyme. Студия Rare почти подошла к концу технического альфа-теста в симуляторе пиратской жизни Sea of Thieves. Осталось провести заключительное тестирование, на которое команда приглашает всех желающих. А в новом ролике нам рассказывают об увлекательных приключениях, поиске сокровищ, сражениях со скелетами, а также возможности забраться в пушку и взмыть ввысь, или тихо пробраться на корабль противника с целью украсть ценности. В перерывах между поисками сокровищ можно заглянуть в таверну. Еще нам напоминают о командной работе, морских сражениях в шторм и потусторонней реальности, населенной пиратами-призраками. Sea of Thieves выйдет в начале следующего года. Компания Ubisoft объявила о продолжении испытаний богов в ролевом экшене Assassin's Creed Origins. На этот раз игрокам предстоит сразиться с Сибеком, древнеегипетским богом воды и разлива Нила, имеющим голову крокодила. Новый этап продлится до следующего вторника, 28 ноября. Напомним, что авторы готовят еще много нового бесплатного контента. На очереди игровой режим Discovery Tour, где вы сможете спокойно изучить историю Древнего Египта, а также режим Horde Mod с бесконечными волнами врагов. Кроме того, нас ждут два сюжетных дополнения. Первое, The Hidden Ones, выйдет в январе, а второе, The Curse of the Faraons, в марте. Пока о Lefty Life известно немногое, но на днях Йосукэ Мацуда отметил, что разработчики хотят сделать из нее франшизу ААА-класса, не выделяя при этом на ее разработку огромное количество денег. Lefty Life, по словам Мацуды, прекрасно подойдет игрокам, любящим хардкор. Напомним, что игра представляет собой экшен с элементами выживания. Действие разворачивается в 2127 году, в разгар войны между человечеством и машинами. За дизайн персонажа отвечает Йодзи Синкава, знакомый игрокам по серии Metal Gear. Lefty Life выйдет на PC и PlayStation 4 в следующем году. Юбисофт анонсировала планы выхода обновлений для режима PvP-игры Ghost Recon Wildlands и опубликовала подробную информацию о появлении нового контента в следующем году. Новый сезон уже начался с выходом обновления Interference, одновременно для всех платформ. В этом обновлении для Ghost War появился новый класс – Disruptor, были добавлены новые карты FarmTown и Cartel Deport, а также новый игровой режим «Канал связи». В течение ближайших месяцев Ghost War продолжит развиваться, появится несколько бесплатных обновлений, включая новые классы, новые режимы и карты, а также улучшится сбалансированность игрового процесса. Все новые режимы, карты и обновления игрового процесса будут доступны одновременно для пользователей всех платформ и совершенно бесплатно. Подробнее о режимах можно почитать на нашем сайте, перейдя по ссылке под видео. И на этом 225-й выпуск вашего любимого игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению. Обязательно присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Но есть у нас еще одна интересная новость. Как известно, Activision задержала ввод микротранзакций и лутбоксов в Call of Duty WW2. Вся эта роскошь пришла в игру, но несмотря на опасения о том, что появятся предметы, дающие игровое преимущество, баланс не поменялся. За реальные деньги во внутриигровом магазине можно приобрести валюту Code Points, за которую покупаются контейнеры. Из них могут выпасть ускорители опыта, косметические предметы, карточки и эмоции. Ящики с усиленным оружием замечены не были, и на этой крайне микротранзакционной ноте у нас все. Вопрос на засыпку, в какой игре вам больше всего запомнился главный герой? Ответы пишите в комментариях. Как обычно, новости и другие материалы в текстовом варианте можно найти на нашем сайте по адресу xgamesdefiz.tv.com. Также не забывайте подписаться на наш канал и жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok